Урочистости у Комарине, открывая шести поголовные улицы, потом у сельском совете подлечить, удел у им приняла больших половых местовых же хоров. А яще депутаты национального сходу, представники погранкомитета, Министерства по надзвучайных ситуациях и милиции, а так само у Деньки Марша Миру. У вересня 43-го Комарин стал первым районным центром Беларуси, вызволенным от нацистских захопников. Напоминав в тех подеях братская могила у центра поселка, по официальных дадинах тут поховано 799 червона армейцев. Правда, частка загинула после вызволения Комарина. Их перезахование отбалось в 80-х годах в минулого 100-го года. Что даже с хронологией подеет, в вечер 22-го вересня 15-й стрелковый корпус 13-й армии захопил невеликий паздар по меж Комарином и вез к Лукаеды. 23-го началось наступление. Немцы пытались сбросить наши войска назад в Днепр. Сюда были брошены танки. И здесь были тяжелые бои, тем более, что танки приходилось останавливать либо гранатами, либо легкими. Ну, не вся артиллерия, то есть не удалось сразу переправить, скажем, даже 45-ки не везде были переправлены. В основном стрелковое оружие. Некоторые останавливали просто гранатами. После вызволения Комарина, частковые Горжихару призвали в Червоную армию. Дальнейшие бои были особо жесткими. Для того, как пройти меньше 50 километров до Абрагина, потребовалось два месяца. Ну, что я вспоминаю? Я вспоминаю самые тяжести, самые горы, самые несчастья, все я вспоминаю. Потому что невозможно было. А таки преодолели, пошли дальше. Сегодня помненьки воинам-возволителям в Брагинском районе знаходятся практически у кожаной вёсты. За их станом сочетать местовые сельсоветы. Свои мероприемства тут проводят научальные установы. В опущенные годы шефство над мемориалами взяли еще и пограничники. До речи в Аурочистосих, промеркованных, до 75-ти годы вызволения Камарина, и они приняли самый активный удел. Все братские могилы, они находятся под, скажем так, чутким патронажем тех застав, которые находятся на участке той братской могилы. И, соответственно, здесь проводятся все мероприятия знаковые и традиции, ритуалы. С весны этого года в Камарине ведутся активные работы по доброупорядкованию. По особенности, разум с Брагином, он повинен стать узором для всех інших городских поселков. Непосредственно до юбилейных урочистосов все запланованные работы не завершили, але об их масштабности можно мерковать уже зараз. В этом году у городского поселка Камарин новый этап развития – капитальный ремонт с элементами реконструкции. Этот термин можно применить практически до всех местовых объектов в социальной сфере. Школы, детячего сада, больницы, культурно-спортивного центра – о гэтаж спецпервотворению можно додать к саморемонту дорог и замену инженерных коммуникаций. Обрачатого до конца года о Камарине повинна заявиться новая парковая зона, присвеченная 75-ти годю вызволения городского поселка. Ее проект зараз проходит опошнее узгоднение, а де у целом концепция затверджена. Подготовлен проект реконструкции парковой зоны, который будет посвящен этому событию. И к этому событию приурочена также установка стелы, которая символизирует штыки, стилизованные, устремленные ввысь, как знак победы, которая будет незыблена и будет сохранена нашим потомкам. Также будет установлена военная техника там. Кроме того, естественно, не будут забыты и подрастающие поколения. Мы установим красивый, интересный игровой детский комплекс. Олег Синтеров, Ерген Макеенко, Телерадо, компания Гомик.